Ну, во-первых, я хотела сказать вам вот о чём. Почему вообще нам интересно на семинаре НРК говорить о концепции жизни, которую выдвинул Шеврин? Я прошу прощения, а вы не скажете, что делается в семинаре? Я скажу, когда момент нас... Когда надо. Всё, молчу. Не беспокойтесь об этом. Не беспокойтесь об этом. Значит, вот почему это интересно нам? Марятам семинаре и об этом говорим. Ну, мы как последователи учения жизни. Ну, то есть определённого мировоззрения. А можно с этой штук-очке? Конечно. Наверное. Я влево, а 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 влево. А если я это вот держу? Ну, поход не буду. Да? Ну, поход не буду. Ну, вот так вот держать. Ну, можно, но уже не буду. Почему? Ну, походи по расстоянию, полутора сантиметра. Полутора сантиметра. Вот так. Да, прошу. Вот. Значит, нам, как последователь в определённом мировоззрении, выраженного в известных нам высоких источниках, очень важно иметь научное обоснование основных положений в этом мировоззрении. И важно это потому, что таким образом можно показать, что это учение. Есть именно знания, а не религия. Знания, которые дают более объёмное, более адекватное представление о действительности, о мире, о жизни, о человеке. И можно показать, что применение этого знания приносит реальную практическую пользу, позволяет решать насущные проблемы жизни, которые нам решать необходимо. Но показать это, а ещё лучше доказать, можно только опираясь на научные концепции, которые выходят за рамки официальной парадигмы и предлагают альтернативные подходы к решению научных задач. И прежде всего тех задач, которые существуют в области наука жизни и наука человека. Биологических наук, медицинских наук, разных, уграниченных с ними наук. Поэтому каждая такая альтернативная концепция представляет для нас ценность. Поскольку она является кирпичиком, который может в перспективе, во всяком случае, быть использован для построения фундамента, научного фундамента нашего знания. Вот примером такого рода является концепция Руперта Шелдера. Это гипотеза, она называется гипотеза информативной причинности. Она была опубликована впервые в его книге «Новая наука жизни». Вот ее английское название «A new science of mine». Я нашла вообще эту книгу, потому что сама работала над альтернативным подходом преследования механизмов некоторых биологических процессов клетки. «Новая наука». Потому что я долгое время, около 20 лет, работала в институте электрохимии академиологии СССР. Вот потом РАН. В лаборатории биоэлектрохимии Мембрана. Эта лаборатория относилась к области физико-химической биологии. Она была одной из, так сказать, таких самых последовательных сторонников ее руководителей, ее техники, из самых последовательных сторонников убежденных, сторонников официальной парадигмы и, так сказать, соответствующего подхода к рассмотрению жизни и живых существ. Вот то против чего, так сказать, как раз решительно выступает новое научное мировоззрение и то знание, значит, которое мы имеем. И я, ну, вообще, это официальная парадигма в данном случае, так сказать, биология, она называется, этот подход к рассмотрению живых существ как чисто физических организмов и объяснение всех процессов, которые в них протекают через взаимодействие веществ, составляющих этот организм. Это называется редукционизм, так сказать, биология. И я об этом писала в своей книге. Вот она, эта книга. Вот она. И я вообще искала в своей лаборатории, об этом говорить было невозможно. Я искала единомышленников, так сказать, в ней, институты, в ней лаборатории. Ну, среди, так сказать, российских ученых или, так сказать, околонаучной какой-то публики, таких концепций, которые можно было бы считать достаточно серьезными и основательными с научной точки зрения, я просто не встречала. Но вот за рубежом такие взгляды появлялись. И вот я, появлялись для меня в том, что я их искала. И вот я нашла, в частности, книгу Шелдрейга. Я ему написала по электронной почте, попросила, мне прислали его книгу. Он очень доброжелательно откликнулся и прислал мне одну книгу от целых три. Потому что к тому моменту, когда я его нашла, уже кроме новой науки о жизни, были изданы еще две, как минимум. Вот. Эти три книги. A New Science of Life – это то, что я попросила. Следующая книга была издана «The Rebirth of Nature» «Возрождение природы». И третья книга – это «The Presence of the Path» «Присутствие прошла». Вот. Просмотрев все эти три книги, я поняла, что сущность его гипотезы изложена и обоснована именно в первой книге. Вот эта книга – A New Science of Life. Ее я прочитала внимательно и пришла к выводу, что очень важно было бы ее опубликовать на русском языке, поскольку она явно выделяла среди подобной литературы, которая у нас выходила, своим достаточно высоким научным уровнем, очень живым языком, который интересно ее было, интересно читать. И в ней чувствовалась убежденность и искренность автора. То есть, вообще, надо сказать, что он, ну, не только на основании этой книги, можно сказать, что он действительно обладает, кроме научных познаний, еще и литературным трудом. Я представила эту книгу, да, еще меня стимулировало вот что. Как было упомянуто в книге Сильвии Крэстон, биографии Ирины Петровой Рокловакской, Шелдерин был членом теосовского общества и делал там доклад о своей гипотезе. Ирина Петровой Рокловакской, Шелдерин был членом теософии. Потому что это говорило о том, что теософия проходит применение в науке и, так сказать, выражается в ее современных, так сказать, научных концепциях. Вот, значит, я представила такую расширенную аннотацию на обсуждение в Институте Историщества «Ознание техниги». Там был большой семинар, на котором я вам это рассказывала. Общее мнение было такое, что, да, ее безусловно, я представила на предмет того, что вот я предлагаю ее сделать ее перевод, и считаю, что это очень важно для нашей, так сказать, развития нашей науки. И не может ли кто-нибудь из сотрудников этого института взяться за этот перевод? Значит, идея была одобрена, но желающих перевести как-то не нашлось. После этого я некоторое время пребывала в поисках переводчиков. Ну, потом, в итоге, я поняла, что это, если я буду их искать, то никогда этого не будет. В итоге я сама взяла этот перевод. Вот. И сделала его. А, значит, вначале он печатался по главам в журнале «Тельфизм», может быть, кто-нибудь это помнит. Вот. В течение трех лет. Здесь, в этой книге, 12 глав. Вот в каждом номере выходило по главе. А потом, да, я о ней рассказывала о инференции 2003 года, так очень коротко, а потом она была изгнана целиком, вы знаете, что ли был классик. Это вышло на 2005 году. В моем переводе и с моим послесловием. Я не могу сказать, что я с ним была во всем согласна. Как раз, наоборот, у меня, так сказать, будет довольно, на мой взгляд, существенные критические замечания. Но то, что ее нужно было перевести, опубликовать и познакомить нашу публику ученых. Прежде всего, она адресована биологу. Ну и не только, так сказать. Ее более широко можно было ее распространять. Вот это было несомненно для меня. И я все равно считала, что это очень важная работа. Ну, прежде чем говорить о сути концепции Шелдрэка, я немножко расскажу о нем самому. Вот. Это его три фотографии. Вот та, которая крайне слева, это та, которая первая. Я ее увидела на его сайте. У него свой сайт в интернете. И он мне как-то очень понравился. Вот это его первая фотография, которая мне, мне как-то показала фотосиноподич. Средняя и крайняя справа, это то, что есть в интернете. Вообще о нем есть, но я в интернете, если кому интересно, должен найти. Ну вот эволюция как-то его слева направо, как-то, мне кажется, не улучшит дом. Ну, неважно, дальше как-то это и будет. Будет, может быть, немножко более понятно, переобедение. Вообще на Западе он был широко известен. Но он и имя, и его работы, и знакомые, и раньше были, и сейчас тоже, к сожалению. Очень немногие, мы даже среди биологов. Не говоря уже об ученых других специальностей, и более широкие, и там, почитающие публики. Рупер Шелдрек родился в Англии в 1942 году. Учился в знаменитых учебных заведениях, то есть он кончил Кембридж, где он изучал естественные науки, и затем учился в Гарварде, где он занимался философией. В 1966 году в Кембридже он вошел в группу ученых и философов, известных как эпифоний философов, или философы богоявления. Эта группа занималась исследованием вопросов, пограниченных между наукой, философией и великой, и издавала ежеквартальный журнал, где публиковались результаты этих исследований. Здесь Шелдрек имел возможность познакомиться со многими интересными людьми и обсуждать вопросы, далеко выходящие за рамки специальных наук. Это я даю очень короткое изложение его собственного рассказа о своей биологии. В 1967 году он получил степень доктора биохимии в Кембридже, и в том же году стал членом Совета Полида. И в этом качестве до 1973 года возглавлял работы по биохимии и клеточной биомии. Сам он в этот период занимался преимущественно исследованиями в области развития растений и старения их клеток. С 1974 по 1976 год он работал в Индии, в Международном институте исследований полупустынных трубок. Здесь он занимался изучением физиологии растений и определенного вида. И затем уже после отъезда из Индии до 1985 года оставался консультантом этого института по физиологии растений. Когда он был в Индии, он прожил полтора года в Ашраме. Где, как бы ничего не говорится, но этот факт, так сказать, имел место. И именно здесь сложилась его новая теория жизни. И был написан первый вариант его книги «Новая наука о жизни». На мой взгляд, это первая и главная его книга. Хотя после этого было много других. Вот я здесь привела его в другие книги. А вот по возвращении из Англии он продолжал работу над этой книгой и она вышла из печати в 1981 году. Выход этой книги в свет вызвал волну возмущений и бурных протестов со стороны ортодоксально-мыслящих ученых вообще по всему миру. И с особенно резкими нападками выступил влиятельный американский журнал «Нейчо». Если бы был, то здесь бы он был, он бы сразу так был. Понял. Да. «Нейчо» — один из даток наиболее таких, собственно, определяющих уровень науки в радио. Но в то же время автор получил поддержку достаточно известного научно-популярного журнал «Ньюсайд». Развернулась широкая полемика в печати на радио и телевизоре. Были объявлены конкурсы на лучшие эксперименты, позволяющие проверить гипотезу Шеллбрэйка. И отобранные эксперименты использовались для таких проверок на телевидении разных стран. Ну, кроме нас, конечно. Бурная реакция на книгу Шеллбрэйка принесла ему, он сам пишет, неожиданно для него снова огромную популярность. И очень существенно способствовал распространению его идей, как в научном мире, так и среди. Мы лишь широкая аудитория. «Новая наука о жизни» выдержала несколько изданий и была переведена на ряд европейских и даже на японский язык. А русский перевод, который я сделала, он сделан со второго английского издания, которое вышло в 1985 году. В это издание, кроме текста первого издания, вошло также приложение, в котором приведена критика его концепции разных ученых и эксперименты, которые ставились для проверки его гипотезы и некоторые результаты, которые к тому времени уже были получены. После «Новой науки о жизни» Шеллбрэйк выпустил еще несколько книг. Вот слева здесь показаны где-то два, три, четыре. Это его книги, в том числе, которые у меня есть, значит, «Присутствие прошлого» и «Возрождение природы». Семь экспериментов, которые могут изменить мир. Вот они здесь выделены красным. И собаки, которые знают, когда их владельцы возвращаются домой. Это его четыре книги после «Новой науки о жизни». И еще четыре книги он издал в соавторстве с другими учеными. Это, вот они справа здесь показаны. Ну, из них одна, вообще из всех этих вот последующих книг, русские переводы были сделаны только для семи экспериментов, которые могут изменить мир. И физика помню. И тот, и другой, и та, и другая книга были изданы раньше, чем вышла «Новая наука о жизни». Ну, надо вам сказать, что вот то впечатление, которое у меня сложилось о последующих книгах, оно до того, что это только развитие и иллюстрации его основной идеи, которая была изложена в «Новой науке о жизни». Поэтому главное, что, так сказать, нужно себе представлять для того, чтобы понимать суть его гипотезы и основу для его экспериментов, это именно эта книга. Поэтому о ней, как раз я и буду рассказывать. Теперь об основном содержании «Новой науки о жизни». Значит, как я говорила в книге «12 глав». Вот «Новая наука о жизни» и «Русское издание», она выглядит вот так вот. У меня, вот она, у меня остался единственный, и то это случайно, потому что я вообще все разгорела, которые у меня были. Но одной моей подруги, как выяснилось, я подарила дома. И она мне один вернула, и это вот он у меня сейчас. А тираж какой был? 3000 был тираж. Да. Во время нового. 3000 был тираж, она продавалась в разных магазинах. Я ее видела только в «Библиобусе». Говорили, что она еще была на Калининском проспекте. Но что сейчас, так сказать, я не знаю, можно ли ее вообще где-то достать. Но в интернете она есть. Ее можно скачать из интернета. Правда, то, что вот мне попадалось, там не было бы его послесловия, к сожалению. Вот, к сожалению для меня, потому что, мне кажется, что оно важно было для читателей, чтобы, так сказать, с ним познакомиться тоже. Вот. Значит, в книге этой 12 глав. В начале рассматриваются основные, трудно разрешимые или нерешенные проблемы биологии. Это проблемы морфогенеза, проблемы в исследовании механизма, исследования поведения, ну, животных в основном, в том числе и с синтеза, животных. Проблемы объяснения механизма наследственности, проблемы теории эволюции и происхождения жизни, проблемы психологии и объяснения парапсихологических феноменов. Вот, эта вся, так сказать, критическая часть написана очень хорошо, очень живо, очень интересно. И очень, на мой взгляд, убедительная часть из его, вот этих аргументов, которые он здесь приводит, я привела в свои книги тоже, которые вышли через мой после, вот, и вообще о нем рассказать все, рассказал в этих книгах, о соответствующем там разнице. Чтобы немного пояснить, в чем состоят эти трудно разрешимые проблемы, я приведу несколько применений из этих книгах, а вот из проблем морфогенеза. И что такое морфогенеза? Это, вот, согласно определению, появление характерной и специфической формы в живых организмах. Первая проблема здесь, это именно сам факт, что форма появляется, то есть форма обретает существование. Биологическое развитие происходит таким образом, это факт, вот так сказать, для лицов, что оно происходит таким образом, что в ходе развития живых организмов образуются новые структуры, новые формы, которые не могут быть объяснены как результат развертывания или роста структур, которые уже присутствуют в яйце в начале развития. Вот, и эта проблема, так сказать, пока существует именно эта проблема. Вторая проблема, это регуляция. Например, если часть развивающейся системы удаляется, то все равно образуется, ну, на ранней стадии развития, то все равно образуется более или менее нормальная структура. Вот здесь, я скопировала из этого английского издания, приведен пример, да, рассказывается сначала о классическом примере. Это была, собственно, эта проблема возникла еще давно, в конце 19 века, когда были проведены эксперименты известного немецкого ученого Ганса Дриша с инциклеткой морского ежа. Значит, эмбрион, значит, на двухклеточной стадии, сначала есть одна клетка, потом она делится на две, потом эти две еще делятся на две, и получается четыре. Так вот, Дриш удалил на двухклеточной стадии одну клетку, и из этой клетки, оставшейся, развил же полноценный морской еж, только несколько меньшего размера, чем он был, если бы было две клетки. На четырехклеточной стадии он делал то же самое, удалял одну, две или три клетки, и из оставшейся одной клетки развивался тоже совершенно целый морской еж. То есть это, вот, было, так сказать, было сенсации в свое время, так сказать, это невозможно было мне там объяснить, исходя из, так сказать, действующих представленных. Вот, ну и в книге вот есть пример с эмбрионом стрелька. Вот, если на ранней стадии эмбриона, развитие эмбриона, сделать перетяжку, то есть его яйцо, это яйцо перетянуть пополам, то есть создать физическое препятствие для развития, то все равно развивается в итоге вполне, так сказать, нормальная стрелька, а сама только меньшую размер. Вот здесь это видно. Вот, значит, из этого как бы однозначно вытекало, что развитие происходит по некоему плану предсуществующему, и он может быть осуществлен, даже если имеются физические препятствия для нормального развития организма. Третья проблема – это регенерация. Регенерация, то есть способность восстанавливать или заменять поврежденные структуры, ну, у разных организмов. Она развита у растений, у низших животных и даже у многих позвоночников. Вот здесь приведен пример, тоже это известный эксперимент, который был проведен в 42-м году. У тритона, эмбриона тритона, была хирургическим путем удалена линза из глаза. Вот, это нормальный, так сказать, вид глаза. Эта линза была удалена, а потом вот здесь вот дни, показанные после этого, этой операции. Значит, в течение месяца из какого-то остатка, так сказать, вот остатка здесь, этой линзы, вырастает новая линза, полноценная, совершенно какая она должна быть. Ну и четвертая проблема, это просто сам факт воспроизведения организма. То есть часть родительского организма становится целым новым организмом. Как пишет Шилдрейк, эти явления, вот эти проблемы, могут быть понятны, только если допустить наличие причинных сущностей, которые составляют нечто большее, нежели сумма частей развивающихся систем. И определяют цели процессов развития. Веталисты приписывают эти свойства витальным факторам. Органицисты морфогенетическим полям, механицисты физико-химической биологии, редукционизм, так сказать, закрепилы, генетические программы. Далее, значит, он обсуждает недостатки этих трех типов объяснений, и главное внимание уделяет недостаткам именно физического, или, как он говорит, физико-химического, или, как он называет его, механистического объяснения. Затем предлагается новый трактор к известной биологии концепции морфогенетических полей. А именно, принимается, что морфогенетические поля, хотя сами невидимы, неслышаны, неосезаемы, и не могут быть измерены физическими приборами, тем не менее, вызывают вполне заметные и измеряемые эффекты, то есть изменение формы и внутренней структуры физических объектов, в том числе живых организмов. И изменение, и они же ответственны за особенности их поведения, как индивидуумов, так и их сообществ, из-за различных проявлений психики, интеллекта, деятельности чувств и ума, из-за паранормального явления. То есть он предлагает, так сказать, вот такой фактор, который, да, он называет морфогенетическими полями. Это вообще термин заимствован из биологии, автором его был наш известный биолог Александр Гавриевич Мурович, но он вкладывал другой смысл в этот термин, а Шилдрек его использовал, так сказать, для изложения своей концепции. Значит, далее я привожу по цитату Шилдрека, который объясняет суть гипотезы его концепции жизни, гипотезы информативной причинности, которую он предлагает. Гипотеза, выдвигаемая в этой книге, основана на идее о том, что морфогенетические поля действительно вызывают измеряемые физические эффекты. Она предполагает, что специфические морфогенетические поля ответственны за характерные формы и организацию систем на всех уровнях сложности, не только в сфере биологии, но также в области физики и химии. То есть, он объясняет, рассказать, вообще все. Эти поля упорядочены, связанные с ними системы, оказывая влияние на события, которые с энергетической точки зрения кажутся неопределенными или вероятностью. Эти поля докладывают определенные ограничения на энергетически возможные состояния, результаты физических процессов. Если морфогенетические поля ответственны за организацию и форму материальных систем, они сами должны иметь характерные структуры. Но откуда же берутся эти поля структуры? Предлагаемый ответ состоит в том, что они возникают из морфогенетических полей, связанных с предшествующими подобными системами. Морфогенетические поля всех прошлых систем становятся настоящими для любой последующей подобной системы. Структуры прошлых систем влияют последующие подобные системы, причем влияние это накапливается и действует как через пространство, так и через время. Это действие через время, оно выделено особо. Согласно этой гипотезе, организация систем такова, какова она есть, потому что подобные системы были таким же образом организованы в прошлом. Например, молекулы сложного органического соединения кристаллизуются данным характерным образом, потому что это вещество также кристаллизовалось и раньше. Растение принимает форму характерную для своего вида, потому что такую форму ранее имели другие представители этого вида. Животный инстинктивно ведет себя определенным образом, потому что подобные животные также вели себя в прошлом и так далее. Из этой гипотезы может быть выведено множество напроверяемых предсказаний, которые разительно отличаются от предсказаний привычной нам механистической теории. Эта гипотеза, названная гипотезой формативной причинности, предлагает интерпретации многих физических и биологических феноменов, радикально отличающиеся от интерпретации существующих теорий, и позволяет увидеть в новом свете множество хорошо известных проблем. Конец сетапы. Вот, вкратце, что именно предлагает Шилл. Относительно способы действия этих полей предполагается, что они упорядочивают связанные с ними системы, оказывая влияние на события, которые с энергетической точки зрения кажутся неопределенными или вероятностными. Эти поля накладывают определенное обрелечение на энергетически возможные результаты физических процессов. Ну, как сказать, энергетическая причинность это то, что есть один из краеугольных камней в нашей действующей параллели. Таким образом, в дополнение энергетической причинности известной физики, то есть причинности обусловленной структурами известных физических полей вводится причинность нового типа, ответственной за форму всех материальных образований, которые автором называются морфическими единицами. от субатомных частиц тот целостных органин. Она не является энергетической причинной и не сводима к причинности обусловленной известной физическим полем. Каждая морфическая единица имеет свое характерное морфогенетическое поле, обозначаемое как М-поле. Характерная форма данной морфической единицы определяется формами прошлых подобных систем, которые воздействуют на нее через пространство и время с помощью процесса, называемого морфическим резонансом. Морфический резонанс аналогичен энергетическому резонансу по своей специфичности, но не может быть выражен с помощью резонанса любого известного типа и не включает также передачи энергии. Существенно, что происхождение этих М-полей не осматривает. Гипотеза формативной причинности объясняет повторение форм, но не объясняет, каким образом появился первый цепляр данной формы. Считается автором, что этот вопрос лежит за пределом гипотезы и может быть решен только с метафизических позиций. Вот в сущности говоря, что здесь предлагается? Вводится фактор неизвестной природы. Это именно морфогенетический парень, существующий вне известных физических и биологических явлений и как бы наобнимый. Этому фактору приписываются определенные свойства, проявления которых могут наблюдаться и быть измерены. И далее с его помощью предлагается новая интерпретация широкого спектра проблем и предлагаются эксперименты, позволяющие сделать выбор между принятыми механистическими объяснениями и выдвигаемых гипотинами. Таким образом, здесь перебрасывается мост между областью нефизическим, сверхчувственным, неизмеряемым и недоступным современной науке явлений, каковые представлены морфогенетическими полями, и вполне измеряемыми и доступными для изучения объектами и процессами. Иначе говоря, утверждается реальность действия высших причин на уровне физических явлений, физической материи. И что особенно важно, предлагаются конкретные способы экспериментальной проверки этого тожгения. Вот это то, что чрезвычайно привлекательно для тех людей, ученых в том числе, которые не могут оставаться ограничиваться рамками действующих парадетных. То есть которые тоже считают более или менее уверены в этом, что существует некий неофизический фактор, который действует. Ну, во всяком случае, который сейчас называется нежелиническим, который действует и который ответственен за множество явлений, необъяснимых с точки зрения действующих парадетных. Вот. Значит, что подразумевается здесь под экспериментальный проверок? Имеется в виду выбор между принятой механистической теорией и выдвинутой гипотикой. Этот выбор как считает автор. В принципе, можно сделать, поскольку между упомянутыми концепциями имеются по крайней мере два важных отличия. Первое отличие касается возможности предсказания форм вновь образующихся химических или биологических систем. Именно что имеется в виду? Согласно принятой теории эти формы, принятые механистической теории, эти формы могут быть в принципе предсказаны на основе теории квантовой механики, электромагнитизма, энергетической причинности и так далее. Это цитата Тенц Шалдер. Согласно гипотезе формативной причинности, напротив, вновь образующиеся формы не могут быть предсказаны заранее. Можно предсказать лишь набор возможных форм. И второе отличие касается кумулятивного, то есть накапливающегося морфического влияния так называемого прошлых форм. Согласно механистической теории, образование формы в каждом данном случае не зависит от того, появлялись ли подобные формы в прошлом, если да, то в каком количестве. Согласно гипотезе формативной причинности, формы системы зависят от влияния прошлых подобных форм. Это влияние больше, если форма появляется в биллионный раз, чем в тысячный или в десятый. Автор объясняет, что первое отличие не может позволить сделать однозначный выбор, и что эксперименты имеют смысл ставить для выяснения выбора между механистической теорией гипотезе и его. формативной причинности используя второе отличие. То есть эксперименты, которых можно выявить кумулятивные накапливающиеся влияния прошлых годов. Вот здесь поясняется схемой, что имеется ввиду. вот слева эта схема влияет. Что такое вот это кумулятивное влияние прошлых систем. Первая система данной формы вот слева шарик. действует на вторую систему, которая появляется на новой человек. Потом обе они действуют на третью. Потом все они и первая, вторая, третья действует на четвертую и так далее. При этом прямое влияние данной системы на любую последующую прогрессивно как он пишет разбавляется с течением времени. И хотя его абсолютное воздействие не уменьшается, его относительный эффект ослабевает по мере возрастания числа прошлых подобных систем. В качестве одной из иллюстраций вот я ее здесь привела справа, Шелдрайк приводит композитные фотографии так называемые, которые показывают результат наложения фотографий нескольких людей, нескольких индивидуумов, которые по его мнению показывают неопределенность вызванную различием индивидуальных изображений. Значит, вот это три сестры. Был фотограф, это в 74-м, извините, в 24-м году еще был такой фотограф, который научился делать композитные фотографии. Вот это отдельно фотографии каждой из трех сестер анфас, а это они же в профиль. А это композитные фотографии анфас и профиль. И вот Шелдрайк полагает, что эти композитные фотографии несколько размытые, нечеткие изображения, это связано именно, ну это как бы иллюстрирует вот его эту идею насчет кумулятивного влияния, так сказать, отдельных форм. Значит, он говорит о том, что здесь общие черты усиливаются в этих композитных фотографиях, но из-за различий индивидуальных черт эти усредненные фотографии приобретают некоторые разводные с тобой ничего нечетно. В утверждении своей гипотезы автор приводит результаты экспериментов, целый ряд экспериментов с обучением крыс, обучением собак и там других животных, но надо сказать, что эти эксперименты, которые он трактует в свою пользу, они там описаны в книге, на мой взгляд было вновь малоубедительны и не только нам. Это я потом немножко скажу. Вот. И так что в общем он сам признает, что окончательный вывод из тех экспериментов, которые он там приводит, все равно это дело здесь, а то есть окончательный выбор между гипотезой его формативной причинности и принятой теорией. в конце книги приводится комментарий разных ученых об гипотезе, а также результаты экспериментов, которые были поставлены для проверки его гипотезы и именно для подтверждения тезиса о влиянии прошлых форм. Значит, два примера я приведу к этим экспериментам. В Англии и в Америке проводился такой эксперимент. предлагалось всем желающим заучивать три детских стишка на японском языке. На японском. Из них один стишок был настоящий, который японские дети учили в течение многих поколений. А два других были специально написаны одним японским поэтом специально для этого эксперимента. То есть они были совершенно новые, их никогда никто не учил. Но людям, которые предлагалось это учить, им об этом не говорилось. Они вообще не знали это. Какое различие между этими стишками. А результаты показали, что для 62% людей было легче выучить настоящий стишок, чем эти два других. Но здесь были разные возражения против чего насчет чистоты этого эксперимента. например подглажалось такое возражение, что детский стишок вообще в принципе выучить легче, чем какой-то написанный детским поэтом. Ну вот например. И был проведен другой эксперимент с картинками, содержащими скрытые изображения. вот мы сейчас давайте его просто проведем. Вот одну минуту можно смотреть на эти концепты. Одну минуту. и каждый должен сказать написать на своей бумажке что он на них принял. Что слева, что сразу. минуты истекают. Вот так эксперимент проводился. Одну минуту. Так, все, я закрываю. Ответ я покажу потом. Вот. значит я немножко подробнее сейчас расскажу как проводился этот эксперимент. Значит эксперимент проводился в Англии по телевидению. Вот эти две картинки были взяты. Одна показывалась по телевидению двум миллионам зрителей. А вторая служила в качестве контроля. Она не показывала. Значит вот показывалась картинка вот это вторая справа готова. И через некоторое время давался ответить. До этого передачи по телевизму и после нее в разные страны мира другие посылались эти две картинки. и добровольцы так сказать разные экспериментаторы были которые предлагали эти картинки разным группам желающих себя попробовать. Студентам там военнослужащим каким-нибудь там разным разным другом по возрасту. и одну минуту давали смотреть на эти картинки и потом записывали процент правильных отгадок до показа по телевидению и после. И оказалось вот как он пишет. Такое было предсказание. Причем эти эксперименты делались без телевидения. По телевидению только один раз попробовал. Значит предсказание было такое. что для опытной картинки должно было быть заметное увеличение правильных ответов после показа по телевидению. А для контрольной либо небольшого опыта увеличения либо вообще никакого. И вот дальше он приводит таблицы результаты которые были получены в разных странах. и значит ну в среднем было ясно что существенная разница между опытной картинкой и контрольной. Значит для опыта и картинки было увеличение в среднем по разным странам на 76% а для контрольной на 9%. Значит он это интерпретирует так. Аргумент в пользу своей ипотики. Ну вообще критика была очень серьезная и в прессе и на телевидении и на радио вообще. Ну часть она приводится в этой книге вот в перередине. Вот но я еще так сказать высказала свои критические замечания после словия. Поскольку в интернете после словия я не обнаружила то я очень гордко скажу о том что я собственно имела тоже сказать какие у меня были возражения против его гипотезы. Значит во-первых против постулата о неизвестной природе этих эмполей или о причинности нового типа. Ну я очень коротко скажу так сказать здесь много можно говорить на эту тему но я очень коротко дело в том что непонятно совершенно почему нужно было мнение полей и не толку почему нужно было придумывать поля неизвестной природы когда целый ряд эффектов которые он рассматривает как необъяснимы с точки зрения механистической теории можно было объяснить с использованием представления о информационной роли электромагнитных полей к моменту выхода его книги уже была создана и опубликована на английском языке концепция пресс информационной роли магнитных полей в живых и целый ряд моментов которые он действия рассматривает можно было объяснить привлекая именно к этой концепции то есть действия полей вполне физической природы не говорю что все можно было объяснить но целый ряд конечно и вообще и дальше так сказать в его последующих книгах тоже и в этой книге и в последующем он совершенно игнорирует вообще вот это направление в исследованиях живой природы и живых организмов именно электромагнитные электромагнитные биомы но совершенно так же как это делают последователь актотоксальной теории он просто не видит и не замечает хотя эти эксперименты проводятся и они дают вполне так сказать разумные результаты убедительные и доказательные но это и сейчас так происходит это как бы существует параллельно понимаете а основная часть ученых биологов и физиологов и медиков они просто не знают вообще не обращают внимания на эту область исследований что очень конечно жаль вот здесь он оказывается сам на позициях откуда цель теперь второй момент который я подвергла критике отказ от рассмотрения происхождения новых форм то есть отнесение этого вопроса к области метафизики ну это оказывается таким образом если вот так сказать поступали что гипотеза формативной пресильности фактически сохраняет разрыв между сознанием и физической реальностью который существует в рамках принятой ортодоксальной цели и тогда утверждение реальности действия физическими и выше толком материальных сил состояния сознания и утверждение реальности духа как движущей силы материального мира это становится оно становится невозможно то есть и фактически получается равно что научное исследование феноменом жизни все равно оказывается замкнуто в мире узкоматериальных известных физических причин при этом понятно что всякий кто способен пошире смотреть на мир и признавать его единство он понимает что это не соответствует действительности такое представление теперь значит я хочу да ну и по поводу экспериментов его там у меня было критическое заключение то есть я решила вот не так давно в среде предстоящего у меня доклада здесь я решила проверить как на эту гипотезу могут реагировать ортодоксан теперь теперь но все-таки с момента выхода книги прослот 12 лет больше вот и может быть так сказать какой-то эффект здесь все-таки ну и вообще понимаете я раньше не делала попыток такого рода дать кому-то из известных мне ученым-биологов эту книгу и потом выяснить каково его мнение или ее и обсудить эту вообще концепцию я дала эту книгу одной очень уважаемой мною даме это Крупина Наталья Александровна у нас работает в шипете доктор биологических наук она специалист повышенной нервной деятельности значит она занимается изучением влияния различных факторов на значит поведение учения на крысах ну и различные так сказать патологические процессы которые при этом могут возникать и механизмы их и возможности их лечения вот она очень человек добросовестный не между прочим зацикленный на так сказать редукционизме она вполне желаю красу мы с ней говорили много на тема необъяснимых явлений и она вполне признает их существование и необходимость находить какие-то объяснения но говорит что в рамках ее возможности она она не может предложить какие-то пути действительно эксперименты которые убедительно позволяли объяснить например феномен она конечность абутированных валют фантомный бутин да фантомный бутин например она сама так сказать в разное время была свидетельницей этого в своей жизни но объяснение она передала по отношению но и другие есть момент вот я и дала эту книгу она ее прочитала несмотря на свою жуткую занятость и написала мне такую небольшую рецепт и должна сказать что она мне еще добавила критики шелдеры сравнение с тем что я сама ну мы с ней совпали в некоторых моментах а некоторые были еще дополнительные ну в частности она обратила внимание ну я собственно тоже об этом думала но как то и определенный флёрт этой всей концепции он не давал возможности это явно осознать она обратила внимание на изъян его изложения когда вводится по ходу так сказать изложения вводится какое-то предположение а потом там через две страницы это предположение рассматривается уже доказанный факт а потом еще так сказать через несколько страниц и то и другое тоже так сказать используется для опора уже как утверждение понимаете которое в общем совершенно построено фактически на печи и это действительно так я снова посмотрела соответствующие места это действительно так это конечно тоже не добавляет доверия к этой его пилоте кроме того я посмотрела нашла в интернете книги вот эту 7 экспериментов которые могут изменить вообще у него все названия очень так сказать завлекательные вот это в частности я ее почитала не всю правда она очень большая но вот видение там первую часть я посмотрела другие части значит что я могу сказать она интересна живо написана обращает внимание на ряд так сказать таких явлений с которыми мы постоянно сталкиваемся в жизни но объяснение в первой главе описан целый ряд случаев показывающие что животные в основном собаки и кошки что они предчувствуют возвращение хозяев в разные случаи впечатляющие были и непонятно с каким образом таким образом они это узнают вот как он об этом пишет вот один случай очень такой мне тоже запомнился с черепахой одна женщина писала и ему разные люди сообщали о своих наблюдениях и одна женщина ему писала что у нее черепаха которая спит вообще целый день но когда она подумает она эта женщина надо ее покормить черепаха черепаха вылезает из своей корзины и идет на кухню это потрясающе у него значит и другие такие моменты вот потом как птицы находят дорогу ну в частности вот вот про этих организованных насекомых сообщества тоже глава вот о людях вот ощущение пристального взгляда вообще понимаете и вот реальность ампутированных конечностей то есть фантомное поле но я вам хочу сказать все это интересно и очень много есть собрано этих фактов и эксперименты о которых идет речь это именно собственно говоря это не эксперименты это вот собрание вот этих фактов вот и они он их очень так увлекательно описывает и говорит что это очень полезно для того чтобы вообще вывести обсуждение необъяснимых явлений в жизни за рамки узкоспециальных исследований только так сказать которые могут обсуждаться специалистами в той или иной области наук и которые широко публики неизвестны вот что это вот помогает людям лучше как бы более внимательно относиться к жизни к тому что их окружает и главное что скажем студенты школьники студенты молодые ученые которые как он пишет еще сохранили так сказать любовь к истине стремление любознательность так сказать и стремление заниматься наукой для того чтобы действительно разобраться проникнуть в тайну так сказать жизни а пока еще они так сказать это все сохранили чтобы они вот этим занимались и дальше это так сказать шанс сбору таких удивительных всяких фактов чтобы они были добросовестно собираемы и так сказать доказываемы что действительно факты они что-нибудь не фантазия и что это поможет в дальнейшем им сохранить вот эту живой интерес так сказать процессов события жизни вообще преследованием который в этой вот так сказать для науки он очень скоро угасает вот и вообще он очень так сказать активно защищает вообще идея о том что нужно обязательно ставить эксперименты для проверки так сказать любой альтернативной концепции что он так сказать убежденный сторонник эксперимента вот он я специально его фразу выписала из введения к этой книге научные гипотезы проверяются опытом ценность гипотезы определяется многообразием эмпирических данных которые она способна объяснить только эксперимент может расширить наше понимание законов природы только на основе эмпирических результатов могут быть созданы новые теории только экспериментальная проверка может обеспечить научный прогресс вера в могущество эксперимента лежит в основе науки ее разделяют практически все исследователи в том числе я сам вот ну я должна сказать единственное топо какой здесь у меня комментарий может быть я думаю что не только на основе эмпирических результатов могут быть созданы новые теории а они могут быть созданы и на основе неких так сказать более высоких более так сказать объемных представлений подчеркнутых не из эмпирических результатов доступных сейчас вот этот доступ я думаю что мы и делаем сами понимаете вот но конечно проверяемые вновь создаваемые концепции могут быть только мне тоже так кажется только путем эксперимента вот я в своей книге которая вышла через год после шалфа я как раз предложила мне кинул подходы и эксперименты для объяснения некоторых явлений которые с позиции ортодоксальной науки объяснить невозможно вот то есть ну я хочу сказать к сожалению понимаете в итоге получается что концепция шелдеры при всей ее привлекательности для нас вот и для тех вообще кто стремится найти научное обоснование взгляда выходящим за рамки ортодоксальной науки она не представляет такого достаточно обоснованного понимаете не дает возможности научное обоснование опираться на его концепцию как на научно обоснованную потому что у него слишком много таких вот недостатков которые это сделать не позволяет но безусловно он сделал так сказать большое дело тем что выдвинул эту концепцию и что она жарко обсуждалась и что люди вообще как бы многие увидели что можно понимаете в жизни увидеть много такого что наука так сказать ограниченная своим узким юристическим подходом не может объяснить и действительно может быть найдутся так сказать новые шелдреки или так сказать кто-то еще понимаете которые предложат более так сказать убедительные представления на основании которых можно будет построить уже новую науру значит я ну вот мои усилия надеюсь тоже не попадут вот которые в этой книге так сказать да хотя она вышла уже 12 лет назад и что вы думаете результат пока ну к сожалению даже среди аудитории там даже журнал дейс абсолютно никакого отклик хотя я рассказывала о разных аспектах и в стадии писала так сказать передо и после не вас ладно вот в заключении я приведу небольшой абзац из своего послесловия которое есть к этой книге исследований ведь это наука добывает новое знамя который затем начинает утверждаться в умах и применяться в других областях жизни это наука явно или неявно питаемые из высоких источников расширяет границы наших представлений о мире о жизни о самих себе и позволяет именно осознать то общее что лежит в основе казалось бы разнородных процессов явлений и на наш взгляд именно наука движимая свободной творческой мыслью не сководной ни грубо материалистической ни религиозными догмами и предрассудками наука вдохновляемая благородной идеей помощи человечеству устремленные к духотворению жизни способны выйти на новый уровень понимания явлений и дать возможность людям осознать свою высшую природу и себя как частицу единой жизни и увидеть цель своего пребывания на этой земле вот на этом я свой доклад окончу а а а а а а нет 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 секретарь я просто сейчас покажу У меня ничего, у меня не хватает всего. Всего три ответа. Ну как, ну что это такое? Даже я даже не смог ничего вообразить. Ну что это такое? У меня почему-то хорошо получилось, когда я маленький экранчик посмотрела. То есть это надо очень далеко встать. Тогда вот эти все штучки сойдутся в картинку. Да? Ну вы написали что-то? Да. Все, спасибо. Я ее просто не помню, эту картинку. Но я могу еще раз показать, хотите? Не, ну для чистоты эксперимента. Ну, давай, ну, давайте. Ну, потом скажите. А мне ничего, мне не хватает этого. Воображение. Воображение, соображение. Нет, я не помню. Сейчас попробуем. Ну, я не помню. Я не помню. Ну, я не помню. Я не помню. Не помню. Я не пригласил, например. Ну ладно. Ну, все. Благировку какая-то, поэтому не помню. Сдаем здесь. Сдаем здесь. Сдаем честно. Выноси на кресло. Все, внимание, показывай. Сдаем здесь. Ну да. Я так и написала. Дама в шляпе и мужчина типа хохол. Ничего с длинными усами. На маленьком экране было видно. Хотя даму я узнала даже на том. Да? Ну вот. Заташ, сейчас похоже было? У меня так и написано. Слева дама в шляпе, справа мужчина с длинными усами и хохол. Да. А кто еще что написал? Нет. Я... Человек лица, морда льва, девочка в профиль справа. Все-таки хоть что-то. Слева морда льва, животное. А вот если... Слева человек, справа лес извилин. Слева молящийся человек. О! Вот я вам хочу сказать. Вот если теперь вернуться обратно, то сразу видно, что это именно... Ничего другого нельзя было придумать сейчас. Да. Ничего страшного нельзя было. Кто не хочет посмотреть? Смотри на экранчик. Маленький. Оль, ты видишь на экранчике? Да, на маленьком экранчике видно хорошо. Да, 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 контрастность. Да, точно. На маленьком экранчике хорошо видно. Поэтому даже в телевизоре, наверное, люди что-то увидели. Телевизор. Да. А если вы видите, то я вижу. Нет, ну сейчас вы видите, да? Сейчас мы видим, конечно. Сейчас вообще я вижу это самое. Да. Ну, дискомфортно, что на маленьком экране более четкое изображение вот здесь. А после, да, сразу... Ну? Да вот так же. Потому что мешает, если бы вот были только контуры вот этих вот, ну, именно обликов, да? А мешают вот эти вот тени, окружающие их, так скажем. Да. Вот эта вот абстракция. Ну, да. Слушай, ну, смотрите. Казак. У них там был ответ – казак с большими усами. Ну, конечно, надо было еще вначале вот так объяснить, что здесь на самом деле, ну, имеется некая смысл изображения, а то, что мы видим, просто части, детали... Ну, это никто ничего не объяснял. Вот, да. Потому что вот есть скрытое изображение. Ну, нет, я понимаю, никто не объяснял, потому что все без всякого объяснения... Да, да. Нет, ну, действительно, если вот вы посмотрите, вот в эту маленькую часть... Лена, ну, сидите, посмотрите, да, вы увидите. Да, это вот для чистоты эксперимента. Вот здесь видно. Да, оказывается, в эту маленькую изображение... Нет, контрастная фотография. Это вот как контрастная фотография. Сейчас уже на экране. А на большом экране, конечно, это... Да. Все размыто. Включаем. Вот мужика я тут увидела. Женщину и там. Вот, видите, с усами сразу? Или все равно не видят? В принципе, эксперимент доказывает то, что... Женщину и там не забрала в шею. Здесь вот усы... Вот его, вот женщину я сейчас увидел, да. Вот теперь увидел я. А вот туда все равно не вижу. Другие вообще, которые не видели никогда ничего этого. Просто на маленькой фотографии, как администрация бывает. В Америке, в Австралии... Увидели дискрытые изображения? В Америке, в Австралии, там, я не знаю, в Европе или где угодно еще, только не вам. Да. Лучше. Он больше процентов, да? Понятно. Интересно. Да. Ну, хорошо. Пожалуйста. 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 Ой. Пожалуйста. Вот как раз недавно. Как же он ничего подогнал? Вы понимаете? Он, по-видимому... Ну, я не знаю, можно строить предположение почему, так сказать, да, но он как раз именно не мог почему-то использовать действительно теософские, так сказать, труды, вообще вдуматься в то, что он там, так сказать, изучал. Теософия, если он вообще что-то изучал. Понимаете? То есть это удивительно, насколько поверхностно, с точки зрения теософии, его вообще концепция. Да. То есть, вы знаете, такое впечатление, чтобы танцы, значит, всеми силами избежать, ну, объяснения вообще-то с позиции, ну, таких миров, духовных, как он пытался это объяснить, вот, необычные все это, ну, с помощью, так сказать, ну, чисто материстических представителей. Нет. 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 Значит, он как раз, его это, значит, понимание этих морфогенетических полей как раз не материстическое. Ну, понимаете, он как раз, ну, то есть, он фактически, как мне кажется, он просто уловил, как бы, из теософии, я не знаю, наверное, он не читал никакой тайны доктрины, мне так кажется. Понимаете? Ну, мы… Ну, мы… Ну, да, да, но он как бы уловил основную, как бы, идею, что нечто есть вне, так сказать, физического мира, и над, так сказать, да, или глубже, которое оказывает влияние на процессы земной жизни, да, и что это нечто, ну, в том числе, оказывает влияние на форму образования, там, на поведение и так далее, но что оно как бы не материнное. И вся вот эта, как бы, идея, доктрины теософии о существовании разных планах материи, понимаете, и об их, так сказать, разной плотности, и в их взаимодействии, да, понимаете, ну, и их воздействие, проявление их воздействия на земном плане, это у него как бы не уложилось. Он просто… Есть нечто, так сказать, высшее материальное, вот так, физическое умение, и это нечто вот он назвал в орфаневтическом полярике и приписал его свойства, вот те, которые он приписал, и таким образом, конечно, его как бы концепцию повисает вот, на самом деле. Это совершенно правильная критика со стороны редукционистской наукции, понимаете, но почему он, будучи теософом, вот мне это, так сказать, тоже… Ну, он, наверное, не настоящий теософ. Ну, он как-то, наверное, он немного там, так сказать, побыл и не вышел, потому что он сам, что, так сказать, тоже характерно, нигде я его, так сказать, трудах не видела упоминаний даже вообще этого слова. Сейчас уже. Нет? 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 Нет. Это единственный ток, вот, у Сергея Красного здесь работал. Коллега, еще вопросы, пожалуйста. Ну, все-таки его… Возьмите этот вопрос, а то ваш вопрос будет… Не вот это вот. Нет. Ну, да. Все-таки его эксперименты-то подтверждают наличие этих полей или влияние тонких миодов или не подтверждают? Да нет. Не подтверждают? Ну, я же говорила. Нет. То есть на сегодняшний день нет таких убедителей, доказательств, да, влияния… ну, эксперименты какие? По влиянию прошлых фронтов. Вот эти. Ну, нельзя сказать, что однозначный вывод такой можно сделать из его предлагаемых экспериментов. Вот на сегодняшний день, я не знаю, может быть, это со временем как-то появится… Ну, у него уже несколько там… регенерации там… Ничего… из тех этих экспериментов ничего не подтверждает наличие. Нет. Насчет регенерации он экспериментов не стал, по-моему. Это же не его, это он опирался на естественные вещи. Это другие вещи. Это он излагал, так сказать, проблемы. А эксперименты он предлагал только вот для выбора, так сказать, между гадоксальной и его теорией, по вопросу о влиянии прошлых фронтов. Вот только это. Ну, он доказал, что они влияют, да? Да, и они влияют. И даже это нет. И даже это нет. Ну, вы, Георгиевич, возьмите, зайдите в интернет, если хотите, конечно. Найдите эту книгу и посмотрите, какие там эксперименты приведены и какие вы ударили. Ну, это… причем эта книга «Верканда» 85-го года. А после этого, вот, 7 экспериментов, которые изменят мир. Вот. Президуще. Вот это, да. Понимаете, здесь тоже много чего описано. Кстати, к вопросу о фантомных болях. Наталья Александровна Крупина. Вы с ней говорили так сразу. А фантомных болях. 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 тем больше, чем в разных группах, о которых можно говорить, тем больше, чем, как бы, мне сейчас как бы трудно это сформулировать, это зависит от того, человек, которому производится ампутация, он осознает это или нет, вот, понимаете, то есть проводится ампутация, если он и об этом не знает, и ему ампутация делается при анестезии, потом жуткие фантомные боли, причем, ну, и все это тоже, конечно, очень индивидуально, где-то у кого-то сразу, у кого-то попозже, у кого-то там, зависит тоже, так сказать, от того, в какие условия потом человек выпадает, в какой он обстановке находит, в общем, там много всего, но, вот, в целом, вот этот момент есть, а если человек знает, и даже вообще, так сказать, и без наказа, вот, как у нас это делалось во время войны, никаких фантомных бурей нету, уже переговорили, потому что, как это, мы с ней дискутируем по вопросу о том, мозг вообще, как он задействован, играет он на роль, именно осознание, осознание, или нет, и вот она говорит, что да, вот оно играет роль, если уже человек знает, и он как бы заранее подготовлен к тому, что у него этого члена не будет, да, то потом он и не болит, да, ну, конечно, не стопроцентно, но я хочу сказать, если сравнить тех и других, то вот явно, что вот этот эффект существует, вот, то есть нельзя сказать, что тонкое тело, да, оно всегда сохраняется, независимо от того, сознание, так сказать, отдает себе отчет человек, так сказать, сознание, да, что оно, что у него не будет этого члена, или нет, понимаете, вот это важный момент для нас тоже. Так, еще, пожалуйста. Не линейте себя встать на какие-то ближайшие. Вы-то объясняете все эти электромагнитные воздействиями? Ну, я не сказал, что все, но есть целый ряд явлений, которые он объясняет морфическим резонансом, так сказать, да, которые можно объяснять с помощью информационной функции электромагнитных полей. Информационная, понимаете, а не энергетическая. И это целое, это, рассказывает, углы хорошие исследования. Ну, это сходное. Он-то эти поля вообще никак не называет физически, они никак не существуют. Ну, просто их… Мальфогенетически. Да. Он их назвал как-то, да? Ну, да, я и говорю. То есть он вообще считает, что они физической природы. Вообще неизвестно. А вы-то считаете, что они физической природы? Или и то, и то там? Да нет. Ну. Я не считаю, что вообще нужно было придумывать эту концепцию. Ну, что, они же есть вообще-то эти… Кто? В воздействии тонких мерок на эти… Есть воздействия, правильно. Ну, значит, они… Ну, значит, они… Ну, почему нужно считать, что они неизвестные природе и вообще… А об их природе, говорите, это не имеет смысла. Как вы это считаете? Я это не считаю. Это надо одно от другого подальше. А. Да. У меня ещё вопрос. Да, пожалуйста. Правда, не знаю, мы с какой-нибудь революем, потому что это, конечно, в науке может быть. А вот эти… Как вы думаете, эти морфогенетические моря… Они из теории Симакова о матрице как-то… Да, Симакова. А я не в курсе, значит, в теории Симакова. Да, да, да. Можно вам дать мастеру для матрицы? Я потом свою. Так, ещё есть? Так. Реально, мы их не взяли. Микрофоны, их записывающие. Нет, конечно, нельзя. Да, да. А, ладно. Да, ладно. Ну, прежде всего, дальше, как раз, по покорению, Ирина Михайловна, в такой содержательный доклад, конечно, Ирина Михайловна эту высокую планку нам поставили для дальнейших обсуждений. В смысле, лагеря, наверное, не только вот там, когда начинали семинары вообще, но вот применительно, значит, как и концепция, ну, мне кажется, да, я ее рассмотрел, действительно, поскольку это необычное представление, действительно, о жизни, вот. Но у меня сложилось такое впечатление, не на основе заседания, а на основе доклада, что в той части, где он, значит, критикует ортодоксальное представление о жизни, это убедительно. А вот, когда он пытается сам дать какую-то альтернативу, то тут не убедительно. И, значит, значение, собственно говоря, представляется вот в его книге, в гипотезе именно в той части, где он показывает несостоятельность ортодоксального взгляда на какой сложной деле как жить. Ну, возьмите вот даже самое первое, вот, магия с первых выводов, которые он сделал, значит, в обращении. Вот насколько я успел ломить, значит, что развитие происходит на самом деле по определенному плану. Это ведь очень важное положение, потому что с точки зрения классического дарвинизма никакого плана нет, все происходит случайно. Значит, ну, происходят какие-то случайные мутации, там, на средственном аппарате, значит, если они оказываются, значит, благоприятными, то выживают, нет, погибают, и вот так, значит, путем вот такого, значит, механизма случайности прошел сложнейший процесс, я уж не говорю о предбиологической революции, но вообще, скажем так, наглеточном, вот разумного человека, путем таких странных выводов. Так что, это, конечно, один этот вывод, он, конечно, сразу как бы, ну, плодет крест на вот такие классические представления об эволюции, и можно вспомнить, что говорил Илья Петровна Главацкая, что наш дар был прав во всем, потому что, значит, не с того конца. Он начал от простейших, так сказать, к высшему, а надо идти от высшего, значит, вот, и к низшему. Ну, и вот, на самом деле, как вот из Терсовских представлений строителей живой этики, вообще науке о жизни, значит, возникли совершенно другие представления, что, на самом деле, значит, те формы, эти образы, они же возникают из прообраза, прообразы существуют где-то, так сказать, вот, в высших стоях, в духовных сферах. Это, вот, собственно, то, что Симаков назвал биоматрицами, он тоже не стал, или он не знаком, или не стал, значит, пользоваться теософскими, или вообще, это научные представления, просто выделил гипотезу о этих самых биоматрицах. Симаков, это такой есть профессор, доктор биологических наук, вот, работает в области, там, как раз в простейшем, по-моему, человек того, у нас наступает в семинаре. Вот. По-моему, ну, ведь так происходит. Ну, да, если мы, мы же так знаем, в случае зрения жизни, существуют высшие существа, которые планируют, значит, вот, все, что происходит, так сказать, в мире, в том числе и живоорганизмы и эволюцию, значит, потом все планируются определенные виды живых организмов, там создаются прообразы, а здесь эти прообразы просто, значит, ну, воплощаются в материальную форму. Вот, может, кто-то из вас помнит, как-то при обсуждении, я приводил такой пример. Возьмем последовательные автомобили, скажем, от самого, ну, древнего, там, скажем, банды появились до современного, и так вот их последовательно расположим, как, значит, менялись модели-то одно и другое. Ну, скажем, о том, скажем, ну, мы плохо знаем там предыдущие, но вот после войны появилась победа, потом появился Волга, потом появился Зима. Мы же не можем сказать, что, если мы говорим о физической победе, что Волга физическая произошла с физической победой. Нет, конечно. Но, на самом деле, что происходило? Конструкторы, которые разработали победу, они потом разработали более совершенную машину под названием Волга, и затем ее, так сказать, воплотили там в жизнь. Волга были другие, так сказать, более совершенные модели. То есть эта работа идет на уровне конструктора, на уровне мысли, а потом воплощается. Значит, вот так же вот в тонких мирах, в духовных мирах создаются прообразы. Один прообраз, потом в другой более совершенный прообраз, который воплощается, значит, на Земле. А мы думаем, что вот из одной физической формы произошла другая физическая форма. Вот в этом, так сказать, есть. Так что вот то, что он, значит, критикует и показывает, что, значит, какие-то представления наши ограничены – это хорошо, а вот то, что он пытается, значит, ну что же… Ну, он сказал метагенетические лучи. Ну, это слово. То есть есть нечто непонятное, вот так вот. Есть в природе нечто непонятное, с чего все происходит. Но это ничего не дает, лучше, могу сказать, объяснить, что такое-то непонятное. И вот как раз теософия, шаваэтик, они объясняют, что такое-то, вот как бы непонятно, с чего все это происходит. Это и есть вот духовная сфера, это и есть строители космоса и так далее. Ну и, наконец, вот его, значит, панегирик эксперименту. Конечно, эксперимент играет в науке огромное значение. Вот. И, кстати, наши ученые, ортодоксия, они это не всегда учитывают. Потому что есть эксперименты, которые противоречат ортодоксальной науке. Их просто не принимает его внимания. Вот возможно. Тогда как надо, если он будет последовательно, надо принимать. Если эксперимент доказан, его надо принимать. Нельзя кричать, что он не находится на месте современных представлений. Потому что менять представление надо постепенно и так далее. И есть вот хороший пример, который показывает… Ну, хоть я думаю, философы прекрасно знают, что помимо эксперимента новой теории они появляются путем редуктивного размышления. И скажем, вот если я нужен пример. Допустим, специальная теория относительности, она основывалась на эксперименте. Ну, известный опыт Мэттельсона, там мы решили, что независимо, невозможно определить, значит, скорость относительных эфир, это эксперимент, он лег в основу. И вот, возможно, специальная теория. А это общая теория. Никакого эксперимента не было. Эйнштейн просто развил дедуктивно идеи, которые получились в специальном развиву. А потом, да, потом уже стали искать подтверждение. Сейчас она считается полностью подтвержденной. Наверное, можно принести и другие примеры. Ну, я думаю, что историка науки очень, так сказать, много могли бы сказать. Ну, вот, такие как бы размышления в среде вот с этим возникают. Так что, ну, по какой-то мере, действительно книжка интересная. Полезная, наверное. Да, она полезна, но вот, если у нее, действительно, прошу, чтобы дали там притиховая. Увидит у нас, что, вот видите, тираж большой, русский, я имею в виду, 3 тысячи лет назад. И все разошлись. Нету больше сюда. Да, все разошлись. Значит, народ интересуется этим. Но, к сожалению, сознание медленно развивает. Хорошо. Кто, коллеги, может, какие-то замечания, вы не хотите? Мне показалось, что человек из чисто научных представлений пришел к сознанию какого-то неведомого. Ну, он назвал там по-своему. Мне кажется, это очень хорошо все. Хорошо. Так, еще, коллеги. Вот. Я думаю, что здесь нужно отметить, конечно, работу Елены Михайловны, гигантскую совершенно, потому что по… Ну, да не нужно. Ну, как не нужно? Ну, мне здесь так сложно, вот, мне обходить все. Ну, ладно, я вам сюда. Я думаю, что, да, нужно отметить огромную работу Елены Михайловны, как популяризатор вообще вот такой интересной идеи. Вот. И огромную работу как переводческой. Вообще-то, что вообще-то идея была поднята, потому что, действительно, в современном научном обществе, вот, ну, очень мало действительно единственных ученых. Даня, говоря, почти никого и нет, кто мог бы вот эту идею, действительно, вот, поднять на такой уровень, издать книгу, и, конечно, просто… Огромное спасибо, да. Я старалась это сделать. Да. Больше всех, да. Просто это, ну, как научный такой, ну, подвиг. Спасибо, да. Это сложный, на самом деле. Очень сложный. Понимаете, она… Тем более такая тематика тонкая вообще, да. Это… Да. У них не одни термины, которые… Да, понимаете, значит, работа по переводу действительно была очень трудоемкая. Во-первых, потому что здесь очень много специальных терминов. Конечно. Я по образованию не биолог. Но мне, кстати, это было очень полезно, потому что я много именно, так сказать, подчеркнула в процессе перевода именно сама… то, что мне нужно было, что мне было интересно. Я бы, наверное, если бы этого… этой работы не нужно было сделать, я бы не смогла подчеркнуть. Вот. И я хочу сказать, что мне, конечно, я рада, что я это сделала. Потому что все-таки, понимаете, ну, ученым, специалистам, биологам, ну, конечно, тут, так сказать, широкое поле для клиники. Но людям, так сказать, более широкой игровой аудитории, которые хотят уникнуть сущность жизни и найти объяснение, явлением, которые, так сказать, объяснение, которым они не имеют из, так сказать, исходя из научных концепций, принятых, да, вот этим людям это интересно все равно. Это интересно, полезно. И эта книга, и последующие, так сказать, его, которые у меня две еще лежат, у меня вообще их два раза по три. Потому что он мне привез это, когда я прислал сначала три. Потом, поскольку два месяца на почте их удержали, почему-то мне не давали. Я ему написала, что, может, их потеряли, может, вы мне еще пришли. И он мне еще прислал. А потом мне все выдали. И первые три выдали. И эти три. Так что у меня, да, пожалуйста. Вот. Ну, я хочу сказать, что и потом все равно, я, я после слова об этом просто сказала, я к нему все равно отношусь очень хорошо. С глубоким уважением и сочувствием. Потому что я очень хорошо знаю по собственному опыту. Понимаете? что значит выступить среди своих коллег с альтернативной концепцией, ну, даже менее гораздо общего характера. я уже не говорю, что это значит. И сколько мужества для этого нужно. И как это, как это, понимаете, тяжело находиться под обстрелом, так сказать, критики. Потому что я сама в таком положении хотела. И я, я ему, так сказать, все равно считаю, нужно тоже отметить его, так сказать, именно гигантскую работу и мужество. Да. Потому что это, особенно тогда, вот в начале 80-х годов, торжествовал, так сказать, редукционистский принцип. Потом началась некоторая другая полоса, вот в 90-е годы, потому что мы издавали много литературы с распадом Советского Союза. У нас началось, просто сказать, всплеск литературы и зарубежной, и всякой разной. В том числе и очень прогрессивной, да. И у нас в том числе и в научном плане, вот. И, конечно, это породило изобилие разных концепций у нас, которые предлагались. Но его концепции, альтернативных именно концепций, альтернативных ортодоксальных. Но его концепция в этом плане выделялась. Вот почему именно я его и решила популяризировать. Понят? Вот. И вот все эксперименты, которые могут изменить мир, они не могут изменить мир. Но это стоит почитать вот именно, так сказать, в широкой публике. Потому что там интересные вещи, понимаете, и очень живо написаны. И как-то, знаете, просто есть стремление, так сказать, людям объяснить, что вообще с ними происходит, и обратить их внимание на явления жизни, понимаете, которые в результате очень трудной жизни, так сказать, вообще и устремленности на все время зарабатывание денег, и выживание вообще, так сказать, да. люди просто не видят, и как-то жизнь проходит каким-то очень низким планом. А вот он выводит их, людей, которые способны, как бы, подумать немножко пошире, он их выводит за пределы этого плана, и у них рождаются мысли, понимаете, которые могут в перспективе привести, может быть, каким-то полезным исследованием. И вообще мысль, вот если говорить с наших позиций. Вот, когда мысль, так сказать, поднимается выше русской каких-то земных проблем, это уже очень важно, потому что, и чем шире это распространено, да, тем лучше, потому что общий уровень сознания человечества, так сказать, расширяется. Понимаете, да, то есть общее представление человечества о жизни и о самом себе, оно выходит, так сказать, на несколько более высокий уровень. И в этом его заслугу, безусловно, вот, у меня к себе в этом плане претензи, безусловно, есть. Понимаете, ум, я его уважаю за то, что он именно поляризирует такие, так сказать, вещи, такие мысли, так сказать, делает доступными и привлекательными для людей, которые, ну, никакой кабинетный ученый, то есть, он этого сделать не будет. Хоть у него и его концепция будет в 10 раз более достоверной и, так сказать, с научной точки зрения обоснованной. Понимаете? Так что он сделал, безусловно, очень большой номер. Ему спасибо. И вам спасибо. Спасибо.